Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео не о здоровье, а продолжить хочу очень важную тему, начатую мною 9 числа, вернее 9 мая, в День Великой Победы, было опубликовано это видео, аналитика моя, о выходе Михалковского весогона, где он поднимал очень много важных тем. Ну и, конечно же, общество, как, собственно, всегда разделилось на две половины. Те, кто Михалков не любит, ненавидит и говорит, можно ли ему доверять и вообще как можно и так далее. И вторые, благодарят, аргументированно поясняют свою позицию. И, собственно, давайте разберемся. Я не только считаю, знаю, что эта тема крайне важная, она жизненно необходима, и сейчас понимать и обсуждать это необходимо. Дорогие товарищи, а ведь мое видео-то было в том числе для того, чтобы привлечь ваше внимание, чтобы вы задумывались, или, может быть, те, кто не задумывался раньше, о поднимаемых Михалковым и другими людьми важных темах, такие как аборты, педрастии, секс-просвещение в школах и так далее, патриотизм, пропаганда ненависти к своей родине, что сейчас с махрома цветом цветет везде, и других тем важнейших. Вот о чем. И вот давайте сейчас обсудим это. Какие письма мне присылали люди? Двух позиций разных. Проанализируем, как писали одни, а как другие. Какие доводы они приводили? Где правда? Давайте думать. Это очень важная тема. Начинаем. Вот давайте я сейчас зачитаю совершенно разные, противоположные, так сказать, письма. Причем даже из Австралии мне написали. Вообще на эти темы. А какие темы, собственно, понимал Михалков? Какие темы? И причем тот, что это, значит, вот ваше личное, у кого, если она есть, ненависть или там нелюбовь к Михалкову? А может лучше послушать, что человек говорит? Какие темы он поднимает? А потом, если вы согласны с этими темами, но не любите Михалкова, то вы, наверное, должны понимать, если вы здравомыслящий человек, что Михалкова любят, смотрят, уважают, ну, многие тысячи людей. Да, так скажем. Это же правда? Вы с этим не будете спорить? Нет. А это значит, что человек один, другой, третий, вот Михалков, другие люди известные, будут поднимать, если такие темы важны для нас, для общества, для людей, для отдельно взятых людей. Темы эти важны. То это только хорошо. Прислушаются другие те, кто еще в неведении находятся, для кого авторитеты важны. Неужели это непонятно? Итак, пишет Валентина нагла что-то такое по-английски. Спасибо вам, спасибо, что помогаете нам разобраться, что плохо, а что есть хорошо. Мы потеряли честь, совесть потеряли. Так если остались мозги, давайте думать. Стыдно перед нашими ветеранами, павшими за нашу Родину. За что отдавали жизни? Не стыдно ли перед своими отцами и дедами? За это ли они отдавали свои жизни? Если мы не встанем с колен сейчас, будем ползать всю жизнь. Так будут жить наши дети. Они нас проклянут и будут правы. Другое письмо Татьяна Никифорова. Браво, Юрий Андреевич, браво. Сильно и ёмко озвучили боль, накопившуюся во многих из нас. Благодарность огромная вам за это видео. Да хранит вас Бог. Я там анализировал, собственно, просто, о чём он говорит и приводил другие, как бы усугублял эти проблемы. У остриём их ставил, понимаете? Перед обществом, перед людьми. Евгений Попов пишет, Юрий Андреевич, спасибо за видео, полностью с вами согласен. Тамара Филимонова пишет, Михалков прав. Мир погружён в хаос. Все сидят в компьютерных этих смартфонах. И перестала молодёжь книги читать. Мы становимся рабами глобального мира лжи и ненависти друг к другу. Вот разве это неправильно? Это разве неправильно? А, Михалков эту тему тоже поднимал. На самом деле, он более десятка тем там поднял. Важно. Почему я, собственно, и решил проанализировать вот его видео. Многие посылы, которые он там давал с моими убеждениями, сходятся. Хотя я не согласен с многими вещами, а с теми, которые говорил ранее, снимал фильмы и говорит даже до сих пор Михалков. Но он ведь очень многое тоже понял. Людям свойственно меняться. Людям свойственно свои ошибки, ну, скажем так сказать, понимать, что они могли допускать. Я вам Михалков об этом, кстати, честно говорил. Те мои убеждения, которые были в 90-е, я многое переосмыслил. Он ведь об этом говорил. Что же мы не можем дать право на ошибку и на признание своей ошибки? Наоборот, мы должны быть благодарны любому человеку, который находит себе мужество признаться в этом, сказать, что я не согласен с собой прежним. Далее, ну, тут есть и другие совершенно противоположные отзывы. Причем давайте посмотрите еще. Вот знаете, что важно? Как те люди, которые вот не просто... Дело не в том, что они согласны. Как они вот излагают свои мысли, как излагают свои мысли те, кто против, ненавидит и так далее. Ну, вот, например, Арнольд Арчибасов. Юрий Андреевич, а с чего это вдруг вас в политику потянуло? Тем более, пиарить эту, ну, очень некрасивое слово, сказал, на котором клейма ставить негде. А дело не в этом. Во-первых, первое, в политику меня вообще не потянуло. Темы эти совершенно не все политические, а темы эти нравственные, социальные, вот этой распущенности, разврата, страшной несправедливости, глумления над прошлым нашим, над нашими предками и так далее, и так далее. Вот какие темы-то. И я его не пиарю, и он достаточно известный, чтобы его не пиарить, а я беру его фразы и поясняю, с чем я согласен, с чем не согласен, к чему это может привести, что это за проблемы, которые он поднимает. Барак Обама по-английски, такой вот ник. Хватит пиарить всякий бред, ну, тут и ожидать другого было бы. Ну, представляете, человек, Барак Обама вот он, вот ник. Это вы знаете, как понимает Михалков, кстати, эту тему. Мне прислал человек Юрий Андреевич после моего одного видео. А Михалков, вы в курсе? То же самое говорил, что и вы. То есть вот поднял эту проблему, вот это вот глумление над русским языком, само такое уничижение, он даже этот человек, вот кто эти люди такое говорят, сейчас поясню, что они даже не понимают, как они себя унижают. Они вроде этим выпендриваются, на самом деле они превращаются в дебилов. Что я имею в виду? А вот много буков, в одно слово, много буков. Вот Михалков про это тоже сказал, я был поражен, но в принципе ничего удивительного нет, так сказать, потому что это не может не бесить человека, который, так сказать, говорит на русском языке, думает, мыслит, который не дегенерат. Такого человека не может не бесить вот это вот глумление. Много буков. Во-первых, ты показываешь, что ты дебил, что ты уже не можешь читать, осмыслишь, что ты хочешь комиксными картинками думать, мыслить. Много буков. Не хочется буковы читать. Картинки лучше глядеть. Какие буковы читать? На кой это надо? Их много. Буков. Ну да ладно. Да то тут аж хия. Это Михалков стал зло. Ну, злом, видимо. Отписывайся от канала. Путиноиды сраные. Что тут можно сказать? Человек все полностью пояснил, мотивировал свою позицию, доказал глупость того, что говорит Михалков и, видимо, я. Все, тут аргументация железная, даже не поспоришь. А вот Евгений Назаров, не какой-нибудь там набор букв, а Евгений Назаров, все такое. Отлично, что вы поднимаете темы не только о здоровье телесном, ну, то есть, ну и о духовном. Благодарю, конечно. Я не могу их не поднимать. Эти темы меня очень беспокоят. Людмила Колбягина пишет. Михалков страшный человек, подлый, жалкий, лицемерный. При любой власти, при кормушке. И Сталин ваш людоед. Ну, насчет Сталина... Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте так, хотя бы, вот у меня есть блог, юфролов.блог. Там такая лупа, ну, поиск. Набрать Сталин и нажать лупу. И у вас попадутся те видео, откроются файлы, которые я рекомендую посмотреть. Их много, но поверьте, это стоит сделать. Возможно, вы многое поймете. То, что сейчас еще не понимаете. И, возможно, допустите хотя бы мысль такую, что вы поддались многодесятилетней пропаганде, мощнейшей, по дискредитации правды, совести, чести и так далее. И теперь у вас искаженные представления об этом. Тем более, о истории реальной, которая была. Но, тем не менее, тут другое. Страшный человек поддается мирный, при любой власти. Да, отчасти я согласен с этим. Я же говорил в видео в своем в этом, что вы не смотрите на то. Я согласен, что он снимал какие фильмы, вот эти цитадели и прочее. О чем они? Кому он, так сказать, на чью мельницу воду лил и так далее. Это все понятно. Я говорю о том, посмотреть, что человек говорит, какие темы он поднимает. Или что? От ненависти личной к человеку у вас мозги, что ли, закипают, и вы не понимаете, что надо отделять правду от лжи и просто, собственно говоря, быть благодарными за то, что, а я благодарен, хоть бы кто поднимал эти темы такому человеку, потому что он правду поднял на флаг, понимаете? Сейчас, конкретно сейчас. Вот, читаю вам письмо. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Меня зовут Алена. Живу в Австралии. Не могу не согласиться с вашим мнением о многом из поднятых тем. Живу в аду 10 лет. Поначалу все казалось довольно комфортным, приемлемым. Но чем больше углубляешься в межличностные отношения, воспитание, образование и другие темы, тем больше понимаешь, что Советский Союз был и есть лучший из всех систем, которые существовали и существуют. Темы тяжелые, мировое правительство, в частности, двух семей, которые в свое время спонсировали Гитлера, а также низкие других войн. Ну, это тема известная. О вакцине, чипизации, фонде, тот же Красный Крест. Говоря о том, что это международное правительство продвигает, то есть, уйти глубже в тему, то есть, помимо легализации педорости в западных странах, оно, мировое правительство, продвигает к легализации педофилию, сатанизм, каннибализм. Ну, звенья одной цепи, просто одна голова, как говорится, прикусит, другая доест змеи. Ну, то есть, так и есть. Вот ссылка ниже с видео. Вне автор приводит примеры. Видео на английском, правда. Ну, и там люди поднимают эти вопросы очень серьезные, давно. Есть люди небезразличные, неравнодушные, которые горят за справедливость и за то, чтобы не допустить тотальное вот этот вот вакханалию. Еще ссылка на сайт с информацией, личности, поступки, что с ними произошло. Дадим эти ссылки, может быть, кому-то будет интересно их посмотреть. Читаю дальше. Кассиопея 777. Абсолютно верно все, что говорит Юрий Андреевич. К сожалению, 80% от населения земли спят и просыпаться не желают. Хочется просто рвать и метать, и просто плакать от бессилия. Вот, кстати, посмотрите, какие посылы, какие разные абсолютно по подаче, по мыслям, которые выражают люди, да и как они их выражают, с теми, кто все это много буков и все это херня, вот с таким быдлом, и с теми, кто действительно люди, кто задумывается, что с нами происходит и хотим ли мы как видеть мир завтра, собственно, а каким он будет. То есть, эти первые не думают о завтрашнем дне, они вообще, собственно, ни о чем не думают. И те, кто руководит этими процессами глобальными, мировыми, как раз и создавал вот таких дебилов, они радуются, что как можно больше таких, чтобы было людей, дебилов. Ну, а мы должны сделать все, чтобы дебилов было как можно меньше. Поэтому надо просвещать. Если просвещает Михалков, прекрасно. Будет просвещать поздно, ну, это чудо, и этого не будет, да, но вдруг, ну, один шанс из миллиона, то это будет прекрасно, я буду рад. И просто плакать от бессилия хочется, смотря на это мракобесие во всем мире. И самое страшное, что своей бесовской пропагандой высшие мира сего разрывают общество изнутри, внедряя через сами в умы людей лживую, искаженную информацию обо всем и вся, просто и легко выносят раздор в семьи, а с этими уже почти невозможно бороться. Вольно за все народы мира. Абсолютно согласен. Дальше, творческий путник. Если всем молчать, это равносильно предательству и трусости. Что сейчас по большей части происходит? Наши деды кровь проливали, а сейчас люди боятся слово сказать дожили. Молодцы, что говорите. Надо объединяться вам и делать общее дело для страны людей. Вам, Юрий Андреевич Михалкову, Караулу, объединяться другим нормальным людям и остальные подтянутся. За себя скажу, никогда не молчу в реальной жизни, если вижу несправедливость. Вот видите разницу в написании, когда много буков, и вот в этом выражении своих мыслей и чувств. Наталья Кириллова пишет. Скажите, пожалуйста, разве можно верить такому человеку, как Михалков, который, вещая на фоне икона, называя себя верующим человеком, ратующим за духовные скрепы, когда в него полетели ботинки на одном из выступлений на сцене, разозлился, начал бить того человека ногами по голове не видел, но если вы пишете, это правда, камера зафиксировала, ну, так сказать, не верить этому невозможно. Но что могу сказать? Понимаете ли, в чем дело? Это, конечно, нехорошо с точки зрения общечеловеческих позиций, конечно же, что тут можно сказать, но человека довести можно до всего. Любого человека можно довести, практически, скажем так, любого. Вместо того, чтобы по-христиански подставить другую щеку, ну, знаете, вот давайте так, это все хорошая теория, но это очень так, нечестно так, вот знаете, как вот, мол, ты давай покажи, что ты святой, а он не говорит, что он святой, или что ты, так сказать, это человек, и ему, так сказать, свойственные чувства, которые всем, так сказать, миллионы людей друг другу и бьют, и оскорбляют, и хамят. Михалков, видимо, не первый там начал. А если в него по-хамски так поступок был сделан, подлый, циничный, мерзкий, низкий, то вот он в данный момент времени вспылил, и слушайте, ну, люди вы или нет, ну, я вот это не могу понять, и при чем тут можно верить? Не надо верить, при чем тут верить? Вы слушайте, дух, ну, это меня поражает, прислушайтесь к тем мыслям, что его это видно, искренне беспокоит, просто душу разрывает его, вот как вот человек писал тоже, просто, что немыслимое, от бессилия плакать хочется, и у Михалкова, это же видно, ну, это же видно, вот, а при чем тут верить? Видеть надо, и думать надо. Светлана ЕКБ, спасибо за видео, живу в Екатеринбурге, знакомая рассказывала, как ее внук посещал Ельцин-центр, вот о чем как раз Михалков говорит, с классом, со своим классом, ну, как урок истории, и как после такого урока весело рассказывал своей бабушке, как хорошо жилось в 90-х, ведь была, мол, свобода и демократия, и много еще чего, вот так плавно, и непринужденно промывают мозги молодому поколению, страшно становится. Вот об этом вы лучше подумайте, когда критикуете Михалкова за все вообще, потому что он существует, и был таковым. Вот он эту тему поднимал, и что он неправильно в этом видео, эту в том числе тему поднимал. Вот что пишет женщина про, так сказать, бабушку и внучка, который был в этом Ельцин-центре, и после посещения промывки мозгов, грамотные, заодно посещения. Вот как он стал мыслить о нашем прошлом, недавнем, ну, а то, что было до этого, все это было, мрак, ужас, беспредел и так далее, видимо, да, вот то, о чем Михалков совершенно справедливо и говорит на не только он, и я говорю. Те подонки, кто создал этот Ельцин-центр, у них была абсолютно четкая, ясная задача. И эти люди служат как раз тому самому Гарвардскому проекту, который есть, вне зависимости от того, как мы с вами думаем о нем, Хьюстонскому проекту по уничтожению России, уничтожению народа, населения нашей страны разными способами. И этот способ промывки мозгов Ельцин-центра, это один из них. Рэйчел что-то по-английски. Михалков тот еще приспособленец, не авторитет, продажная. Сейчас, чтобы он не говорил уважение к нему, никто не... Я не требовал к нему уважения. Я просил послушать, что он говорит и передать эту информацию другим, может быть, в вашем личном исполнении. Вы задумаетесь над этими вопросами, чтобы завтра поздно не было. Потому что все уже настолько открыто и наглядно делают эти мерзавцы, которые ничего уже не боятся. И то, что Михалков, который вот кормушки и так эту тему поднял, так честь ему и хвала за это, тем более. Константин Константинов до этого особо не уважал Михалкова. Считал его проституткой, который и нашим, и вашим за копейку спляшем. Но после этого он поднялся в моих глазах. А вот это разумно. Почему? Потому что человек порядочный, честный всегда оставляет... Ну, потому что порядочный, честный человек всегда оценивает объективно. Вот он не уважал его им, вероятно, было за что. Ну, хорошо, это не важно, не будем судить. Но после этого, то, что он сейчас сделал, а он очень большой поступок сделал, поднялся в моих глазах. А развал СССР, я считаю, начался со смертью Иосифа Диссарионовича. Однозначно. Вот то, кто из вас может сказать такую глупость, повторяя за всякими Сванидзе и так далее, что, ну, что же тогда СССР, если он-то был такой сильный и могучий, легко так распался. Во-первых, он не распался, его развалили. Во-вторых, разваливать его начали с 56-го года, когда Хрущев подписывает указ о запрете контроля спецслужбами высшего партапарата. И вот с этого момента началась безнаказанная измена Родине. Это первое. Второе. 61-й год, когда убрали из устава диктатуру пролетариата. И, соответственно, повернулись лицом капитализма, убрав из экономики самое главное. При Сталине была борьба за снижение себестоимости продукции, а при Хрущеве началась борьба в экономике за прибыль. Все. Если кто-то не понял, ну, я не знаю, что вам сказать. По крайней мере, посмотрите те видео, которые я говорил. Вот посмотрите те, которые по ссылочке вот тоже на моем сайте youfrolov.blog. Там есть окошко, наберите Сталин и посмотрите это видео, я вас очень прошу об этом. А также посмотрите лекции профессора философии Попова. Посмотрите их. О Сталине, о Ленине, социализм, капитализм. Посмотрите эти лекции, посмотрите их обязательно. Другой человек четыре английские буквы. Михалков конъюнктурщик и всегда им был. Как только менялась лазь, Михалков менялся. Сейчас она не меняется, однако Михалков изменился, значит, уже неправда. хотя действительно так было, да? Благая весть от такого опорочена и не будет в ней правды. Это пипец. Неужели есть такие идиоты? Вот допустим вы кого-то ненавидите, не любите, не уважаете. И вот этот человек вдруг выступает. Ну предположим вы ненавидите, не любите Путина. Предположим, да, многие сейчас в сети особенно. И вдруг допустим вы его за что ненавидите? Ну за то, что пенсионную реформу он допустим ввел, да? Хотя там тысячи других вы примеров можете привести. Допустим. И вот теперь выступает Путин. Вы его ненавидите. Ну эти, на логику. И на порядочность вашу. И тут он говорит, дорогие товарищи, братья и сестры, была причина, по которой вот тогда пришлось, например, объясняет причину. И говорит, сейчас я отменяю это несправедливо. Возвращаем прежние, даже меньше и так далее. Ну предположим, я это просто к примеру привожу. И что вы тогда скажете? Он опорочен и никакого правды в этом нет? Ну вы что, дебил? Ну вы поняли к чему я? Что надо слушать то, что говорит человек потом думать, а правда ли это? Ну например, что это несправедливо. Про тот же Ельцин-центр. Что это подло, низко, предательство по отношению к нашим предкам и так далее. К тем, кто воевал, правильно, как люди писали. Ну к примеру, неужели это непонятно? Вы что, вообще вы человек или нет? Или вы уже дегенерат? Ну с вами, Юрий Андреевич, я готов соглашаться. Хотя, да причем тут еще раз говорю, не надо ни мне верить, ни ему, правде надо в глаза смотреть. Ну при чем тут он сам? Вы слушайте, что он дан? Я же почему видео это снял? Потому что я решил эти темы осветить, которые он поднял. Понимаете? Хотя политика и религия запретные темы только раздор от них. А что делать? Если мы не займемся, как говорится, политикой, она нами займется и еще как займется. А потом и поздно будет разговаривать на эти темы. Раздор. Благодарю за честность и человечность. И я благодарю. Уж извините, что я так, может быть, грубо, так сказать, сказал, но вы поймите, ну как так, ну при чем тут сам Михалков, понимаете? Неважно, любите вы его, ненавидите и так далее. Темы важные поднял. Тысячи, миллионы людей просмотрели эту лекцию. Миллионы людей его лекцию. Так они задумываются, многие. А раньше некоторые из них, ну из миллионов-то, может большая часть не думала об этом. Так хорошее дело он сделал. Конечно, хорошее, если он честные, порядочные, важные, жизненно важные темы поднял сейчас. Понимаете? Ну как же это, не понять? Ну как так можно? Причем тут он опорочен? Михаил А. Вот Михалков девяносто шестого года там видео скинул. Ну посмотрю потом. После этого видео можно ли что-то хорошее говорить про него? Либо дебил, либо человек без совести. Ну, не буду повторять, что уже говорил. Дальше. Данил Владимирович Кихонов. Михалков может говорить что угодно и пребываться как угодно. Не забывайте, пожалуйста, про то, что он антисоветчик, каких еще надо поискать. Это режиссер дерьма вроде фильмов «Утомленный солнцем». Я с этим полностью с вами согласен. И в том своем видео я об этом же сказал. Если вы помните, если вы его, конечно, полностью смотрели. Хорошо. Вассарман такой, знаете, да? Из «Что, где, когда». Умный человек. Очень хороший аналитик. Ходячий энциклопедий. Да, с этим, я надеюсь, ну, спорить невозможно. Он также прокатился через вот эту агрессивную пропаганду антисоветскую, антисталинскую в 90-е, ну, 80-е, 90-е, 2000-е. Что он говорил и что он говорит в последнее время? Он говорит, ну, он говорит другими словами, что я был просто спящий, я был идиот. Да, я прокатился тоже через эту матрицу, но я сейчас понял, и, кстати, он говорил, я был бы просто счастлив работать под руководством такого человека, гения, как товарищ Сталин. На любой должности его команде, что называется. И многое чего другое он сказал. Приводя факты, цифры, накопал, искал, анализировал. И этот честный человек нашел в себе мужество сказать о том, что я был неправ. Я был глуп, я был спящ. Ну, и вот вам ответ тоже в том числе. Два в одном. Но про утомленное солнце, вот пишет дальше этот же человек, хотя бы за это нельзя его прощать. Я вообще не об этом говорю. Причем, это, я говорю о том, какие темы он поднял. Мы сейчас некоторые еще коснемся некоторых тем. Стас Валиев пишет. Юрий Иванович, спасибо за глубокое аналитическое видео. Действительно, нужно такие видео показывать по ТВ, а не блядские диванные ток-шоу. Надеюсь, к этому придем. Я очень к этому. Я очень надеюсь, что мы к этому придем. Валентина Комиссарова. Жаль, что дизлайки ставят без имен. Ведь страшно правду сказать. Я такой-то, такой-то не согласен. Я вот к этому всегда призываю. Меня так бесит. Я вообще за то, чтобы это сделать открыто. Я вообще человек, который за правду, я за то, чтобы никто не скрывал своих имен. Под чужими вымышленными масками и всякими наборами английских букв. Если вы рожденные в России, в СССР, и у вас в паспорте написано Иванов Иван Иванович, к примеру, так и пишите так. Это меня страшно бесит. Честно, пишите. Пусть, мол, пишут. Я хочу, чтобы все было, как хотят Билл Гейтс и Греф, Герман Греф. Ну, так и пишите. Может быть, вы с этим согласны? Вот те, кто сейчас писал, разве можно ему верить? Вы согласны и хотите, чтобы было так, как хочет Билл Гейтс или как хочет Герман Греф? А то, что они хотят, вы можете послушать лично от них. Давайте вот эти два момента вставим. Что хочет Билл Гейтс, например, и что хочет Греф. Более 26 миллиардов тонн углекислого газа на каждого американца это примерно 20 тонн. Это меньше одной тонны в неразвитых странах, но в среднем на человека на планете Земля это примерно 5 тонн. И мы должны каким-то образом думать, как мы можем принести эту цифру к нулю. Эта цифра постоянно росла, и только различные экономические какие-то процессы замедляли этот процесс, но мы должны все равно привести эту цифру к нулю. И мы видим, что у этого вопроса есть 4 фактора, из чего именно складываются углекислый газ, его выбросы. Это люди, это услуги, которыми пользуются эти люди, это энергия, которая тратится на эти услуги, и это объем углекислого газа, который выбрасывается. Давайте посмотрим, как именно мы можем эти цифры уменьшить. Почти все эти цифры проще всего, конечно же, убрать людей, как мы знаем, да, из курса алгебры. И проще всего, конечно же, убрать людей. Так, давайте подумаем, сейчас у нас на планете Земля 6,8 миллиарда людей, и цифра стремится к 9 миллиардам. Если мы очень постараемся поработать над вакцинами, над здравоохранением, над службами репродуктивного здоровья, то мы можем сократить эту цифру на 10-15%, но все равно у нас будет рост примерно в 1,3. Итак, у меня есть желание, это очень такое конкретное пожелание, когда мы изобретем эту технологию, то есть, если вы мне скажете, какое я могу желание исполнить в течение 50 лет, следующих 50 лет, я могу выбрать президента, я могу выбрать вакцину, а я очень люблю вакцины, я могу выбрать вакцину, а я очень люблю вакцины, или я могу что-нибудь такое придумать, что в два раза сократит выбросы углекислого газа, то я выберу именно это, потому что это самый главный фактор, и на самом деле именно здесь мы видим отличие между кратко- и долгосрочным мышлением, между уровнем жизни в будущем в США и в Китае, и если мы этого не добьемся, тогда жизни миллиардов людей будут намного хуже. Итак, что мы услышали? Глобальное потепление, которое мы разобрали по полочкам в этом выпуске, якобы вызвано антропогенным углекислым газом, и чтобы его обнулить, проще всего слегка обнулить население планеты. Вот такая доброта. Вот еще одна красноречивая цитата, когда Билли решил 10 лет подряд выделять в год 10 миллиардов долларов на вакцины. 10 миллиардов долларов в год в течение следующих 10 лет сделают этот год годом вакцин. Что это означает по сути? Что ж, за это десятилетие мы убеждены, можно достичь невероятного прогресса, как в создании новых вакцин, так и в обеспечении того, что они дойдут до всех детей в них нуждающихся. Мы можем сократить количество детских смертей в год с примерно 9 миллионов до половины этой цифры, если добьемся успеха. И польза заключается в сокращении заболеваемости, сокращении роста населения. Сокращение роста населения. Сокращение роста населения. Это действительно дает обществу шанс позаботиться о себе в случае подобного вмешательства. Здорово, не правда ли? Какая связь между тем, чтобы сократить количество детских смертей, сокращение заболеваемости и сокращение населения? Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы. А на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком участии жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. Джон П. Холден, советник по науке президента США Барака Обамы. Было бы легче осуществить программу по стерилизации женщин после рождения ими второго или третьего ребенка. Несмотря на относительно большую сложность операции по сравнению с вазоэктомией, чем пытаться стерилизовать мужчин. Разработка капсулы продолжительной стерилизации, которую можно было бы вшить под кожу и удалить, когда беременность желательно, открывает дополнительные возможности для принудительного регулирования рождаемости. Капсулу вшивали бы в период половой зрелости и изымали бы по официальному разрешению для ограниченного числа рождений детей. Мило, не правда ли? Пол Эльрих, советник по науке экс-президента США Джорджа Буша. Каждый человек, который сейчас появляется на свет, вносит диспропорцию в окружающую среду и систему жизнеобеспечения планеты. Дэвид Рокфеллер Негативное влияние роста численности населения на все наши планетарные экосистемы становится ужасающе очевидным. Основатель информационного агентства CNN Тед Тернер Все население 250-300 миллионов человек. Сократить 95% от нынешнего уровня было бы идеально. Принц Филипп, герцог Эдинбургский Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческие популяции. Дэвид Брауэр Первый исполнительный директор природоохранной общественной организации «Клуб Сьерра» Деторождение должно быть наказуемым преступлением против общества, если родители не имеют лицензии правительства. Всех потенциальных родителей обязать использовать контрацептивные химические препараты. А правительство – выдавать противоядие гражданам, выбранным для рождения ребенка. Основатель Американской Федерации планирования семьи Маргарет Сенджер Регулирование рождаемости должно привести в итоге к более чистой расе. Высшее проявление милосердия, которое семья может оказать одному из своих малолетних детей, это убить его. Томас Фергюсон, бывший чиновник Госдепартамента США по делам населения Есть только одна тема всей нашей работы. Мы должны сократить численность населения. Либо правительства сделают это по-нашему, посредством хороших чистых методов, либо они получат неприятности наподобие тех, что мы имеем в Сальвадоре, в Иране или в Бейруте. Население – это политическая проблема. Раз население вышло из-под контроля, оно требует авторитарного правительства, даже фашизма, чтобы сократить его. Михаил Горбачев Мы должны говорить более открыто о половой жизни, контрацепции, об абортах, о важности регулирования рождаемости. Потому что экологический кризис – это, короче говоря, демографический кризис. Сократите население на 90% и просто будет недостаточно людей, чтобы вызвать экологическую катастрофу. Нет людей – нет проблем. Ну как, послушали? Согласны с этим? Тогда, может быть, не надо говорить, что разве можно верить и прочие дела. Вы лучше верьте своим ушам и глазам. Дальше продолжает Валентина. Я за их мечты, и пусть фролов не ставят людишкам мозг на место. Им мозги не нужны, чип им в башку. Знать бы этих дизлайщиков, этих нелюдей. Абсолютно согласен. Или, скажем, дебилов. Там часть дебилов, которые просто органически это не понимают, в облаках летают или просто не хотят ничего слышать. Им лишь бы буков меньше было. Ну или это действительно подонки. Артем Кузнецов пишет. Огромное спасибо Юрию Андреевичу Никите Михалкову за то, что поднимаете эту жизненно важную тему. Полностью согласен со всем сказанным от начала до конца. С праздниками нас всех. С праздниками. С Великим Днем Победы. Тань Тани пишет. Мы живем под внешним управлением. Некоторые колониальные статьи сделали нашу Россию сырьевой колонией Запада. А население оболванивают, спаивают и так далее. Ресурсами России поддерживают свои экономики. Ну, США и другие страны Запада. Разве Центробанк не является частью Федеральной резервной системы? Посмотрите лекции, например, профессора Катасонова, профессора экономики. Что это не так? Михалков не поднимал эту тему? Поднимал. Прав он? Прав. Правильно он сделал, чтобы поднимал эту тему? Правильно сделал. А один пишет. Знаете кто? Его зовут, давайте познакомимся, Нибируанец. Ну, от слова Нибиру планета, да? Родина там, где жопа в тепле. Если он это без издевки сказал, без, так сказать, вот, хотя здесь как. Ну, я ему написал, для подлецов и предателей так оно и есть. Его родина там, где в жопа в тепле. И это убеждение таких, знаете, конченых мразей. Вот такие сразу бы стали предателями, которые бы стреляли в спину же своим, которые бы предали и выдавали бы партизан и так далее. Вот это сто... Тут нет никаких сомнений. Вот здесь нет никаких... Есть мерила, есть критерии, по которым вот лакмус такой, да? По которым можно сразу сказать о человеке. Все вот здесь однозначно. И поэтому трижды прав Михалков, что снял эту передачу. Люда Иванова пишет. Прекрасная лекция беседы, Юрий Андреевич. С большой душой он говорит о любви к нашей стране, об истинном патриотизме, о умении отличать хорошее от плохого. Благодарю совершенно... Так я и говорил от души, честно, то, что наболело. Василий Афанасьев пишет. Лайк за Сталин, отдельное спасибо. Читал книгу Сталина «Вопросы ленинизма». Факты индустриализации СССР просто ошеломляют. Вот что надо показывать и рассказывать молодежи. Совершенно верно. Знаете, там писали и такое мне. Вот, голодающие умирали. То есть Сталин виноват. Там по Волжье, Украина и так далее. Господи, неужели в наши дни вот этой пропаганде врагов народа, начиная от троцкиста Хрущева, врага Солженицына, предателя Резуна, который себя Суворовым называл, всяких Довлатовых и прочих предателей и подонков, что мозги так затмелись, что вы правду от лжи не можете очевидную отличать? Еще раз говорю, посмотрите, что я вам рекомендовал. Посмотрите, почитайте. Действительно, и книги совершенно верно. И эти экономических проблем СССР. Сталина книгу почитайте. Там его политическое, по сути, завещание и так далее. Ну, изучите хоть что-то. Думайте хоть. Не пропаганды, поддавшись за эти годы. Я понимаю, что Геббельс правильно говорил, что ложь, сказанная тысячу раз в глазах обывателя, становится истиной. Вот вы и есть продукт такой пропаганды. Ну, вы хоть посмотрите насчет голодомора и так далее. Ну, посмотри аналитику, беспристрастную, то есть абсолютную, ну, факты, цифры, доказательства. В моем видео лес и почва. Да, казалось бы, как это связано, а очень напрямую. Напрямую. Вот посмотрите и поймете. Возможно, быть может. Кстати, между прочим, вот скопировал совершенно с другого видео к комментарии Чага, видео мое про грипп Чагу. Там я приводил в том числе пример, ну, говорил о лечебных свойствах и говорил, что вот Солженицыну в том числе, да, помогли доктор Масленников, хотя операцию, кстати, при том же сталинском ужасном режиме делали, ему делали, понимаете, на зоне. Операцию, после чего он выжил и жил, это, кстати, еще очень важный момент. А потом его вылечили полностью Чагой, и он с раком с этим там, ну, уже 40 лет или больше прожил после этого. Так вот, мне как бы в укор пишет один человек. Пашка Корчагин. Так Солженицын же, ну, не будем, конченый, просил американцев забросать СССР ядерными бомбами. Да, подонок, тварь, мразь, он, Солженицын, предатель. Хотя бы за это, хотя и за тысячи других нюансов. И что? Я о чем говорил? Вот понимаете, что с людьми происходит, да? Ой, это кошмар. То есть смотрят, вроде бы все предельно понятно. Я даже там для таких вот людей уже знаю, что они будут, объясняю, что дело не в том, да, он негодяй, предатель, родины, но... И что? Я говорю про то, что он вылечился от рака, так-то, так-то, так. Но даже тут люди, понимаете, о чем я говорю? Это же страшное дело. Вот почему при Сталине, вот вы, противники и ненавистники, говорите, он, мол, винтики там, людей. Вы вдумайте, а нет ли диссонанса в тысячах нюансах? Есть. То есть то, что доказывает совершенно противоположное тому, что вы говорите, ахинею, какую вы несете. Антисоветчики, антисталинисты. Вы знаете, что при Сталине изучали, например, в школах средних и классах, старших классах. Науку-логика. Те, кто изучают науку-логика, это свободные, мыслящие люди, честные, справедливые, по крайней мере, умеющие думать, мыслить, совершенно не как зомби. Вот как сейчас. А вот сейчас противоположная ситуация. Кого сейчас готовят вот этими ЕГЭ, этой дистанционной, возможно, теперь уже навсегда, последствия электронной системы обучения, которую, кстати, хотят наши вот эти вот министры ввести, хотят ввести вот эту вот дистанционную систему. И что тогда будет? И какие винтики? И где социальная и прочая справедливость? Может быть, обслуживающий персонал, разносчиков, курьеров готовит хороших, так сказать? А ведь при такой системе, при которой сейчас как раз, вот при этой, так сказать, демократии либеральной, нет, нет никаких свобод. Вернее, они пока еще есть, но многие декларативно, многие так поверхностно, а ведь все готовится к тому, чтобы этого не было. И вот тогда-то вы запоете, вспомните товарища Сталина. Да поздно будет. Ох, люди-люди. Знаете, я вам чудо-фильм один советую, художественный. Многие так проще будут воспринимать. Посмотрите. Знаете, еще один лакмус такой. Когда его брат Чубайса, ну вот этот другой, который Чубайс посмотрел, я видел лично, то ли по НТВ это было, ну он в одном из ток-шоу много лет назад, когда этот фильм выпустили, сейчас скажу какой, он прям со злобы аж пена летела. Что какие сволочи сняли этот фильм? Это что ж Сталина чуть не героем там? Ну и так далее, и так далее. И у вас прям рвало, значит, хороший фильм. Так вот, посмотрите, этот фильм называется Сталин Лайф. Либо 50, либо 52 серии, там очень много художественных. Посмотрите, я очень вам это рекомендую, по крайней мере тем, кто может воспринимать информацию через кинематограф. И поймите, что как в политике, как во власти, так и в кинематографе, во всех сферах нашей жизни есть силы, противостоящие друг другу. Есть. Не все там заедино. Есть и патриотические силы, поверьте. Тамара Анохина пишет, Юрий Андреевич, дорогой, сегодня услышала передачу Никите Михалкове, потрясена. Услышьте меня, я встаю рядом с вами, верю. Рассчитывайте на меня. Я до конца с вами, с Никитой Сергеевичем. Вы настоящие россияне, патриоты. Спасибо, что вы есть. Давно ждала такой встречи. Слушаю вас и смотрю с огромным уважением. Заслуженный артист города Омска. Благодарю. Многие люди стосковались. Вы знаете почему? По правде, по порядочности, по искренности, по каким-то ключевым вопросам. Вы знаете, которые не поднимают, которые замалчивают. Вы знаете, я еще вам хочу сказать, и в некотором покажется, это такая разница, такие разные люди, имена. А нету тут ничего разного. Почитайте Достоевского. Детям, кто уже может читать, что-то воспринимать, ну, средних классов хотя бы, и старше, пусть читают Достоевского. Хотя бы в жизни будут разбираться. В отношениях, в жизни. Ну, это так. К слову, я благодарю вас за это письмо. Все так, все так. Александр Ерошко. Я бы на вашем месте шире смотрел. А почему оппозиция, какой бы она ни была плохой, не имеет права на существование? На то и щука в реке. Ну, как хорошо, на то и щука в реке. Как хорошо. Вы понимаете, в чем дело? Если бы эта оппозиция говорила бы о том, что есть плохо, что несправедливо, доказывала бы аргументированно, почему, ну, и говорила бы, что необходимо сделать, и эта оппозиция создавала бы партию, где бы, например, предположим, доносила бы до власти, что вот и это надо изменить, и это, и это, и это, еще меры какие-то, забастовки бы, может быть, потому что, если выбьющая несправедливость, то народ имеет право на забастовки и так далее. Это было бы хорошо и понятно. Но что делает эта оппозиция? В лице, например, эхо Москвы, телеканал или там радио, что у них там дождь этот, как его, ну, в общем, все эти Венедиктовы и его друзья. Они так люто ненавидят Россию, наше прошлое, все, они сравнивают Гитлер и Сталин, они плюют лицо еще живым ветеранам, они глумятся над семейными святыми ценностями, они плюют лицо всем людям, которые любят свою родину, историю, предков своих и так далее. Эти люди разрушают, они засланцы, они за деньги, разумеется, ну, и за свои убеждения, вероятно, тоже, да, тут спорить не буду, делают все, чтобы разрушить, уничтожить нашу страну. Таких людей в военные годы, в послевоенные вешали. Извините, просто выражение не хотело обидеть уважаемых животных. Это не люди, это изуверы. Во все времена таких людей ненавидели, а противоположных им людей, героев, отдавшим жизнь за отдельно взятого человека, ребенка, там, женщину, бабушку, за родину свою, за землю родную, уважали, поклон до земли делали и помнили в веках. И вот потому это видео, кто не смотрел, а почти никто не смотрел, посмотрите обязательно. Вспомните про один из тысяч таких подвигов, на которые сейчас, вот на такие подвиги, вот на такие, это даже не на амбразуру лезть на пулемет, это еще более высокий уровень подвига, вот представьте себе, такие могут быть, были когда-то. Вот обратите внимание, посмотрите и подумайте, может ли вот эта оппозиция иметь право на существование, которое на флаге вешает Гитлера и его приспешников, которое на флаге вешает на розовую многоцветную педрастею, растление детей, разврат, всю эту мерзость и нечисть, которую уже больше половины наших жителей страны искалечило морально, нравственно, духовно и генетически. Вот эти твари изуверы хуже фашистов. Хуже. Потому что те для них мы были врагами, да, открытыми, явными, а эти под красивые слова скрывают свою лютую ненависть и страшное пагубное дело разрушения нашей страны, убийства детей будущего нашего страны, разрушения их физического, духовного мира и тел. А он еще мне тут говорит, я бы на вашем месте, да вы на моем месте, видимо, и не окажетесь. Минуточка философии Ник такой. Юрий Андреевич, верно поняли тему Вайнштейна. Феминизм уничтожает мир, родину, семью, липовые обвинения, абсурдные законы и нормы, поддержка проституток и половых извращенцев. Это ведь тему тоже Михалков поднял. И что, он неправильно это сделал? Или это не существует, по мнению тех, кто только зациклился на самом Михалкове как личности? Вы что, люди? Да разумные ли вы Леуди? Думайте, об этом стыдно должно вам стать. Запишите короткое видео про то, как гадят в головы молоденьких девочек этим феминофашизмам, подкупая обещаниями власти женщин над мужчиной, ну и другими. Там на гордыню больше давят, на извращенные чувства вот даже лжегордыни такой. И вы знаете, я запишу, я сделаю. Ну и последнее, наверное, Ирина Аржакова пишет. Юрий Андреевич, смотрю вас давно, но пишу в первый раз, это за долгие годы. Испытываю к вам глубокое уважение, большое спасибо за поднятую тему, за правду, за истинный патриотизм. Пожалуйста, благодарю вас за такие слова от души, тем более приятно, когда люди, действительно, многие не любят писать, не имеют такой привычки, а тут человек написал, потому что за душу ему мои, видимо, слова запали. И я очень рад, что смог своим этим видео хоть кого-то заставить задуматься, еще раз, пусть, допустим, даже не в первый раз, может быть, но это всем нам будет только на пользу. Еще раз задумываться, не забывать, помнить и что-то делать. А вот что делать, с малого-то мы можем начать вокруг себя, изменив свою жизнь, жизнь знакомых, там, каких-нибудь родственников, племянников, внуков, там, так сказать, в окружении своем. Показывать нормальные фильмы, если люди воспринимают сейчас только фильмами, давайте другие фильмы показывать. Если воспринимают еще документальную какую-то информацию, так сказать, хроники, там, документальные фильмы или книги, статьи, так показывайте, ищите. Я стараюсь в блоге размещать что-то такое важное, полезное. Ну, грубо говоря, вот, сын генералиссимуса об отце. Там есть много других важных тем, ну, не моих видео, например, которые я просто публикую, или статьи. Тут есть вот слева блог, там есть большой коллег, вот статьи журнала, там разные прочие-прочие. Там не все по здоровью, там есть и эти темы. И в том числе вот просто еще раз показываю, последний раз, да, Сталин, вбиваем. И вот, пожалуйста, Сталин и кибернетика. История развития передовых советских компьютеров. Там не только об этом. Вы посмотрите, посмотрите, какими знаниями обладали министры, какими сейчас... То есть, когда академики сидят, академики, и министр предлагает тот вариант при Сталине, сталинский нарком, о котором даже академики не задумывались. Вот вы это лучше думайте, анализируйте, когда против. Какой молодец Певцов! Я был в шоке, когда он вот в образе Сталина как бы за него ответил на слова Познера об абортах. Молодец, Певцов! Вот просто молодчина. Познера об абортах. Как он хорошо сказал. Молодчина. Вот две гвоздики для товарища Сталина. Экономика Сталина советское экономическое чудо. Обязательно посмотрите, как у народа украли светлое будущее. Мегапроекты эпохи Сталина, которые не были завершены, но были начаты. Если бы еще лет 10, понимаете, была бы точка невозврата. Когда бы еще одно поколение выросло порядочных людей, которые бы потом во власти заменили бы тех, кто уже был в годах уходил настоящих большевиков. Те, которые никогда не предадут ни за какие деньги и другие блага, которые будут верны своим идеалам, не предадут, не украдут, не переступят через черту внутренних своих убеждений, совести своей. Чуть-чуть нашей стране тогда не хватило. Немного времени, но товарища Сталина, к сожалению, убили, а это факт, и все пошло на развал. Тогда, не в 90-е, а уже с 60-х годов, и по инерции 30 лет, потому что было за эти годы, за небольшие два десятилетия было создано, мы до сих пор живем и жили так благополучно и хорошо в 60-е, 70-е, 80-е относительно. И только потому, что было вот это все сделано и наработано, все абсолютно, и только по инерции потом шло, и что-то еще росло, улучшалось, а что-то доживало свое и уничтожалось тихой сапой. И поэтому так хорошо мы жили спокойно, мирно в 60-е, 70-е и начало 80-х годов. Посмотрите видео шокирующие планы и идеи Сталина, о которых принято умалчивать. Посмотрите проект «Сталинский букварь. Чему учили детей тогда в школах при Сталине? Во что Сталин превратил экономику России? Впечатляющая статистика, яркие факты. О кровавых режимах Ивана Грозного и Сталина посмотрите, например, аналитику Спицына. Не нравится вам он? Посмотрите честного человека, порядочного. Он уже умер, к сожалению, Владимира Зазнобина. Про Сталина от А до Я. Может быть, мозги тогда на место встанут. Хорошо, многие не любят, знаю, там Старикова и вот этого Гоблина, да? Бог с ними, еще раз, не надо на личности. Информацию, посмотрите, про Сталина и репрессии, ну, ладно это. А посмотрите, Юрия Жукова, историка, порядочного, честного человека, Сталин, национальный вопрос, архивный историк против либеральных мифов. Посмотрите видео, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и так далее. Там две страницы, по-моему. Посмотрите это. Если вы честный человек, вы не должны бояться какой-то информации, если вы убежденный в чем-то. Только давайте так, убеждения честного человека должны основываться на правде, на аналитике, на фактах, на нежелании под свои убеждения подстроить факты. А если факты противоречат вашим убеждениям и доказывают совершенно противоположное, вы, как честный человек, должны сказать, да, я был идиотом, господи, как же я был обманут, как же нас обманули, но больше я такого не позволю. И изучать, и многие люди, честные люди, которые раньше, кстати, также были глупы, обмануты и так далее, они сейчас в этом каются, понимают, что и при их молчаливом согласии, а даже рукоплескании тому же Ельцину и продали мы свою родину за три гроша, что называется, да и неважно за сколько, просто стали по неволе пусти предателями, соучастниками, хотя, хорошо скажем, соучастниками. Вот это-то и ужасно. И пора бы лапшу с уши снять, встать с колен. И, кстати, а то забыл бы, вчера специально, вон, жена мне дала, посылку на почту получила. А посылка тут такая интересная, сейчас я вам покажу, что тут нам прислали. Удивлён. Сначала думал, что эта вещь антикварная, ну, думал, ну, кто сейчас-то выпускает такого причём уровня с любовью, с душой, высочайшего качества. Это же не просто от конъюнктуры, что, мол, спрос есть. Нет. Извините меня. Всякую попсу, дешёвку, может быть, да, а это нет. Сейчас покажу. О, какую карточку тут приложили. Это бюст. Это бюст товарища Сталина. Высочайшей художественной работы. Мы приложили, правда, что антикварное там литьё, туда-сюда уральский антиквариат. Ну, это изделие современное. Вот разработка и изготовление бюстов, фонтанов там и так далее, и так далее. Всероссийский форум чугунного литья. Так вот, из чугуна, да, вот мастерская, тут клеймы стоят. Слушайте, ну, я просто, так сказать, поражаюсь. Касли 2020-й, представляете? То есть, полная копия изумительного. Изумительного качества работы бюст товарища Сталина. И давайте, как в той песне, всё-таки и юбилей Великой Победы только что прошёл не так давно, как в той песне пелось, что поклонимся живым и маршалам страны, и рядовым, и, безусловно, генералиссимусу нашему, без которого бы, конечно же, не было бы не только Победы, но и страны нашей ещё и в 30-х годах. А тем более в 50-х и впоследствии. Вот об этом тоже надо помнить. Не быть Иванами, не помнящего своего родства, и не быть предателями, и не быть идиотами, и не быть трусами. Не бояться потерять что-то даже за правду. Я желаю всем вам, дорогие друзья, порядочные, честные люди, только им, конечно же, благородным, честным, хорошим, порядочным людям, крепкого здоровья, здравомыслия, смелости и каких-то, пусть в малом масштабе, но действий по спасению близких вам вокруг вас находящихся. Всего хорошего, до новых видео. Жду ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!